Дорогие друзья, добро пожаловать на видеоканал GMT Partner, посвященный вопросам трейдинга и инвестиций на международных финансовых рынках. Тема сегодняшнего видео – торговая стратегия «Тройной выбор» всемирно известного рыночного гуру, трейдера и автора серии книг о биржевой торговле Александра Элдера. Эта стратегия использовалась автором, начиная с 1985 года. Она была впервые предложена публике в апреле 1986 года в статье журнала «Фьючерсы». Надеюсь, что данная тема будет полезна многим начинающим трейдерам, которые задались целью создания своей собственной стратегии. Необходимо отметить, что книги Александра Элдера перейдены на многие языки и достаточно известны во многих странах мира. Перед вами одна из его книг, переведенная на китайский язык. Называется она «Как играть и выигрывать на бирже». В свое время, в далеком 1998 году, это была первая моя книга о трейдинге. Я очень рекомендую эту книгу начинающим трейдерам. На мой взгляд, в этой книге автор очень доступным и понятным языком рассказывает о трех составляющих успеха любого трейдера – о техническом анализе, управлении капиталом и психологии трейдинга. Именно в этой книге Александр Элдер говорит о торговой стратегии, о которой пойдет речь в сегодняшнем видео. Книгу в электронном виде можно найти и скачать в интернете. Итак, перед вами план сегодняшней видеопрезентации. В торговой стратегии «Тройной выбор» автор решает две основные проблемы, с которыми сталкиваются многие начинающие трейдеры. Как вы, должно быть, знаете, первоочередной задачей любого трейдера, использующего в своей работе технический анализ, является определение направления тенденции. Многие из вас наверняка слышали выражение «Trend is your friend». Действительно, определив направление рыночной тенденции, намного проще и прибыльнее торговать в ее русле. Как раз первая проблема состоит в том, что иногда довольно трудно определить направление текущей рыночной тенденции, потому что тренд может идти вверх и вниз одновременно, в зависимости от того, на какие графики вы смотрите. Говоря другими словами, на каждом отдельном таймфрейме существует своя тенденция. Как же определить, в какую сторону открывать позиции? Для определения направления тенденции существуют различные способы и инструменты. Например, наиболее простым методом является графический метод, путем нахождения на графике нескольких ключевых точек. Если на графике образовался ряд восходящих максимумов и минимумов, то это говорит о наличии восходящей тенденции. И наоборот, если на графике сформировался ряд нисходящих максимумов и минимумов, то это говорит о наличии нисходящей тенденции. Если же минимумы и максимумы находятся примерно на одном уровне, то тенденция боковая Однако часто возникает ситуация, когда на одном таймфрейме тренд восходящий, а на другом нисходящий или боковой Куда направлен тренд в этом случае? Давайте рассмотрим один конкретный пример Перед вами недельный график евро-доллар Как вы и сами можете видеть, максимумы и минимумы на этом графике все время повышаются Следовательно, нужно двигаться в русле восходящей тенденции, то есть покупать Однако, если посмотреть более внимательно на участок, выделенный красным прямоугольником, перейдя для этого на дневной график, то можно увидеть обратную картину Здесь максимумы и минимумы все время понижаются Соответственно, здесь тенденция нисходящая, и если двигаться в ее русле, то необходимо продавать Таким образом, у нас возникает конфликт направлений тенденции на разных таймфреймах Это первая проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры Вторая проблема состоит в том, что технические индикаторы, которые используют в своей работе многие трейдеры, в том числе для определения направления тренда, довольно часто дают противоречивые сигналы На мой взгляд, существует три категории индикаторов, которые используются для решения различных задач и которые генерируют определенные сигналы К первой группе относятся трендовые индикаторы, которые помогают определить направление текущей рыночной тенденции К ним относятся такие индикаторы, как скользящие средние, аллигатор, ишимоку, конверты и некоторые другие индикаторы Ко второй группе относятся осцилляторы Их задача заключается в том, чтобы определить развороты тенденции Сюда можно отнести такие индикаторы, как стахастический осциллятор, индекс относительной силы, импульс, индекс товарного канала, MACD и другие К третьей группе относятся индикаторы, которые решают второстепенные задачи и генерируют подтверждающие сигналы. Сюда можно отнести такие индикаторы, как объемы, индекс истинного ценового диапазона и некоторые другие. В чем же заключается проблема при использовании технических индикаторов? Давайте рассмотрим еще один конкретный пример. Перед вами дневной график валютной пары евро-доллар. На данном графике построены два индикатора. В верхнем окне наряду с японскими свечами построена экспоненциальная скользящая средняя с параметром 20 интервалов, которые часто используются для определения направления тренда на дневном графике. Кстати, в правой части графика скользящая средняя показывает, что на рынке развивается восходящая тенденция и трейдер должен покупать. В нижнем окне построен медленный стахастический осциллятор с параметрами 5.3.3, который часто используется для определения разворотов тренда на дневном графике. Согласно показаниям осциллятора в правой части графика, рынок находится в перекупленном состоянии или, говоря другими словами, близок к достижению вершины, а дивергенции пересечения линии осциллятора в зоне перекупленности сигнализируют о возможном окончании восходящей тенденции, то есть рекомендуют трейдеру продавать. Каким же образом Александр Эдвард решает указанные выше проблемы? Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к правилам, в соответствии с которыми происходит торговля по стратегии тройной выбор. При разработке своей стратегии Александр Эдвард использовал подход основоположника теории технического анализа Чарльза Доу. Как вы должно быть знаете, согласно теории Доу в любой момент времени на рынке одновременно существуют три вида тенденции. Главная тенденция, промежуточная или второстепенная тенденция и краткосрочная тенденция. Если говорить о долгосрочной или главной тенденции, то согласно теории Доу это такая тенденция, которая длится более одного года. На этой тенденции сосредоточили свое внимание долгосрочные инвесторы. Свои сделки они совершают довольно редко, их основная цель состоит в том, чтобы поймать большие движения цены. Войдя в сделку, они не меняют направление игры и не обращают внимания на промежуточные ценовые спады. Как вы знаете, цена на рынке движется волнообразно, а не строго по прямой линии вверх или вниз. Так вот, эти самые промежуточные спады и подъемы, которые направлены против главной тенденции, называются коррекциями и представляют собой промежуточную тенденцию. Согласно теории Доу, продолжительность промежуточной тенденции может составлять от трех недель до трех месяцев. И, наконец, под краткосрочной тенденцией, согласно теории Доу, подразумеваются движения рынка в пределах двух-трех недель. Эти движения представляют наибольший интерес для спекулянтов. Их цель состоит в том, чтобы путем совершения большого количества сделок извлечь прибыль из краткосрочных колебаний рынка. Используя принцип теории Доу, в своей стратегии «Тройной выбор» Александр Элдер объединяет разные временные масштабы, одновременно отслеживает три вида тенденций и учитывает их направление при совершении сделок.